Беженцы-мигранты, переселенцы. Их гонит война, страх и голод. Они ищут лучшей жизни. И пока Европа заявляет, что нуждается в массовом притоке иностранной рабочей силы, что звучит как приглашение, молчит о другом. Для этих целей подойдут не все. Людей там разделили на сорта. Да что уж там говорить, Джозеп Боррель и вовсе заявил, что Европа – это сад, на который с завистью смотрят остальные обитатели джунглей. Но кому на самом деле так присущи по-настоящему зверские замашки и двойные стандарты, уже всем давно понятно. 2021 год – логистический центр Брузги. Яркий символ растоптанной надежды беженцев и пятно на репутации Европы. Люди хотят не в Польшу, а в Берлин. Всего одна граница перед мечтой. Но в гостеприимной Европе сотни беженцев встречают водометами с химией почти 140 пострадавших, два десятка детей. Беларусь помогла и продолжает помогать людям вне зависимости от политических ветров в Евросоюзе. И это не разовая акция, а менталитет белорусского народа. Четырехмесячная Ива, пожалуй, самый известный ребенок в Славгороде. За ее взрослением следит весь агрогородок, а историю спасения ее мамы пересказывают на кухнях. В сентябре прошлого года Фивен из Эфиопии приехала в Минск учиться и узнала, что беременна. Ее будущий муж, который оплачивал обучение, радости предстоящего отцовства не разделил и перестал высылать деньги. Фивен оказалась без средств к существованию, решила с друзьями отправиться в Польшу. В лесу она провела два с половиной месяца, и это на седьмом месяце беременности. С первым снегом у молодой женщины закончились последние силы. «Выпал снег. Я больше не могла идти. И тогда друзья сказали, что мне лучше вернуться. Я шла 10 километров пешком и думала, что умру прямо там. И мой малыш умрет, так и не родившись. Мне было страшно». Белорусские врачи лечили беременную Эфиопку несколько месяцев. В декабре в Могилеве Фивен родила абсолютно здоровую дочь Иву. Сейчас молодая мама под крылом служб социальной защиты и Красного Креста живет в одном из общежитий Славгорода. «Мы удивились даже тому, что нам придется встретить новорожденного ребенка. И в январе его привезли, и мы и купали, и кормили. Потому что уклад жизни Эфиопов совсем по-другому. Они детей не купают, они и кормят не так. Она даже первое время бутылочку не мыла, но мы ее всему научили». А это и вовсе эксклюзивные кадры. Здесь новорожденную кормит заместитель председателя Славгородского райисполкома. Малышку без преувеличения нянчит толокой. И все, от кроватки и коляски до внушительного гардероба крохи – результат заботы белорусов, которые не делят людей на сорта, а живут по законам совести. «Просто маленький ребенок и все. И мы этому маленькому ребеночку помогаем. А если она вырастет у нас в Беларуси, она будет говорить по нашему белорусскому». «Я как мать двоих принцесс. Для меня это, ну я не знаю, чужих детей не бывает. Это же дети. Дети в чем виноваты? Ни в чем». Это только одна из тысячи историй, когда Беларусь становится крестной матерью, вторым домом или временным причалом для людей из разных уголков земли. И это на фоне беспредела, происходящего на границах со странами ЕС, когда западные силовики калечат и убивают иностранцев. Неоправданную жестокость к беженцам белорусские пограничники фиксируют постоянно. С 2021 года от европейской агрессии погибли полсотни иностранцев. Но об этих жутких цифрах демократичных европейских СМИ точно не расскажут.